рассмотрим такой дробно рациональное уравнение и сразу мы вот что обратим внимание здесь знаменатели равны видишь знаменатели равны то есть слева дробь и справа дробь если бы знаменатели не были равны мы бы просто крест-накрест перемножили как пропорция но из-за того что знаменатели равны мы будем так говорить поскольку знаменатели равны и дроби равны да то и числители должны быть равны по-другому не может быть значит мы отсюда пишем что первый числитель равен второму числителю но одно маленькое исключение знаменатель не должен равняться нулю до знаменательный должен равняться поэтому пишем что x минус 3 не должен равняться нулю и у нас такая как системка получится и решаем первое уравнение из этой системки а это квадратное уравнение мы просто его решаем точек сколько это вот я пишу что я решаю первое переношу x соответственно в левую часть ставлю его на второе место как положено в квадратном уравнении до выписываю коэффициенты можно решить по видету как будешь хочешь по видету решать или по дискриминантам ну допустим мы по дискриминанту да значит у нас соответственно а1 b минус 1 c минус 6 c минус 6 и решаем дискриминат у нас b в квадрате минус 4 а это 11 минус 6 так в итоге получается минус 1 квадрате 1 здесь два минуса это плюс сразу ставлю и там 24 то и 25 это дискриминат значит коль ну и 25 мы знаем это 5 в квадрате полный квадрат тогда корень из d у нас будет просто 5 ну и соответственно x и будут тогда x 1 минус b это тут же минус 1 значит будет соответственно плюс 1 минус корень d то есть 5 делить на 2а 2а у нас это 2 на 1 2 корень у нас тоже самое но с плюсом плюс 1 плюс 5 делить на 2 на 1 решаем быстренько вверху у нас минус 4 пополам это минус 2 а здесь у нас 6 пополам это 3 да но у у нас два корня единственное вот тут исключение во втором что нельзя равняться нулю так значит я давай вот отдельно выпишу если x не равно x минус 3 не равно нулю мы как уравнение тройку переносим видишь как будто уровне тройку перенесли значит x нельзя 3 да x нельзя 3 значит вот этот не подходит видишь он то есть я напишу то есть x 2 не удовлетворяет этому условию поэтому в ответ мы запишем только только один да поэтому ответ будет только один это x равное минус 2 минус 2 есть